Происходит смена поколений. Хотим мы этого или не хотим? Я больше, чем кто-либо, это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему. Красиво. Потому что сломать просто, а вот потом восстановить будет очень сложно. И, возможно, не получится. Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий. И, знаете, я вам должен сказать, нашему поколению не стыдно перед теми, кто придет за нами. В тяжелейших условиях, после распада Советского Союза, когда паталоном и купоном делили кусок хлеба и колбасы в Беларуси, мы стали в ряд с космическими державами. Вместе с нашими братьями-россиянами. Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо, платформу, то вся интеллектуальная начинка этих спутников производится в Беларуси. И она высочайшего мирового уровня. Мы построили биотехнологическую компанию. Мы ее создаем под Минском, в первую очередь, которую я открыл. Это будущее. Это высочайшие технологии. Мы создали самое современное сельскохозяйственное производство. Если Европа сегодня обрушится по валовому внутреннему продукту до 20% в связи с пандемиями и прочее, мы сейчас сражаемся в непростые времена, чтобы ни одного процента не упасть. И мы можем не упасть. Немного денег не хватает у нас для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает, удивительно, сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно. Те продукты питания, которые мы производим, поставляются по всему миру. А умеем же работать. И пахать умеем, и сеять, и убирать. Все умеем. И по-человечески относиться к земле. Это самая великая ценность, самая высокая ценность в нашем государстве. Люди и земля. То есть нашему поколению не стыдно, уходя из политики, из экономики, передать вам, новому, молодому поколению, и предъявить вам то, что мы создали. Но самое главное, подвожу черту, мы передаем нашим детям, внукам, суверенную, независимую страну. Впервые в истории мы имеем свое государство. Со всеми атрибутами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...